В этой программе мы не говорим о политике, изучаем судьбы людей с позиции расположения звезд. Вы можете звонить нам в студию по телефону 2846 и задавать свои вопросы. Ну а я напоминаю, что вопрос можно разместить в группе ВКонтакте, которая называется «Мурманский астрологический центр». Здесь есть специальный раздел «Вопросы астрологу». Вопросы приходят, и мы постараемся на них ответить. Ну а я с удовольствием представляю нашего гостя. Здравствуйте, меня зовут Лейла, я работаю бухгалтером. В свободное от работы время занимаюсь пошивом и созданием кукол. Сегодня я приду на передачу «Знаки» и хочу, чтобы астролог рассказал, что меня ждет. Алло, у нас добрый вечер. Здравствуйте. Вот скажите, как вот так получилось, что вы человек такой вот профессии-то на самом деле такой рутинной, скажем так, ответственной, вот стали заниматься таким интересным делом. Как это произошло? Думаю, что от любой серьезной работы надо отвлекаться мысленно и душевно. Ну и думаю, что именно это меня и привлекло в рукоделии. И как давно вы занимаетесь рукоделием? Ну, именно этим видом почти год. А так, я думаю, что всю жизнь понемножку чем-то занималась. Ну, на самом деле, если вот посмотреть вашу натальную карту или гороскоп, то мы здесь увидим, что Солнце у вас вместе с Меркурием находится в знаке весов, а Луна – водолеи. Луна – водолеи – это же поиски свободы, поиски какого-то творчества, какая-то вот такая интересная составляющая. Причем Луна еще в таком напряжении находится, что дает избыток эмоций. И каким творческим делом вы еще занимались? Начиналась моя творческая деятельность банально, с вязания, потом был какой-то период шитья, ну и понемножку декупаж, бисероплетение, ну и вот пока остановилась на куклах. А чем куклы понравились? Луна – я не знаю, я как-то, может быть, перенеслась немножко в детство, не знаю, может быть, какие-то нереализованные желания, мечты, не могу сказать точно. Ну, на самом деле, показатели такие, что именно вот прошлый год, в прошлом году у вас была какая-то перестройка вообще, перестройка жизни, какие-то вот новые, новая свобода какая-то появилась, новые элементы творчества, вот нагрузка такая большая, вместе с тем показатели такого вот какого-то элементов одиночества, и вместе с тем подъема творческого какого-то, вот у меня вот такие показатели. Ну, так и есть. В прошлом году как раз был творческий прорыв, подъем, очень много эмоций, и что удивительно, ну вот прошло уже достаточно много времени, как я вот именно занялась именно вот куклами, и эмоции до сих пор не утихают. А вот создание куклы много времени занимает? Ну, все зависит от идеи. Если идея так внезапно пришла, то это может быть даже за два дня. А если вот как-то идея не складывается, то и неделя может быть. То есть самый настоящий творческий процесс. Муки творчества и все, что с этим связано. Уважаемые телезрители, напоминаю, наш телефон 2846, вы можете звонить, задавать свои вопросы. Ну, а у нас есть несколько вопросов из интернета, и сейчас я попытаюсь на них ответить. Вопрос первый задает Наталья. Сергей, еще раз здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, переходить ли мне на другую работу и ждет ли меня карьерный рост? Вот такой вот вопрос. Вот гороскоп Ольги, и если его так посмотреть, то здесь получается следующее, что 31 января 70... Так, одну секундочку, Ольга. Здесь получается следующее, что весь вот 13-14 год довольно-таки нагруженное время, и переход тут на новую работу на сегодняшний день не рекомендуется. Просто очень тяжело. Как-то очень тяжело, очень сложно, все непросто. Если хотите переходить на новую работу, то ближе к 15-му году, с осени, тут спадает пик нагрузки, и спадает тяжесть, и будет все нормально и более-менее хорошо. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ну вот, мне хотелось узнать о дочери. Давайте посмотрим, как зовут вашу дочь. Дочь зовут у меня Марина. Марина. Дата рождения, Марина. 4 января 87-го года. 87-го года. Время рождения? 17 часов 45 минут. 45 минут. А где она родилась? Донецкая область. Вот как раз в тему. А в каком городке? Красный Лиман у нас. Как раз вот там события. Алло. Да-да, Красный Лиман. Красный Лиман, да. Все, нашли Красный Лиман. Сейчас только перенесем всю систему гороскопов туда, на юг. Вот, гороскоп вашей дочери. Значит, Солнце в Козероге, в 14-м градусе Козерога. А Луна и еще несколько планет в рыбах. То есть, такой вот человек с одной стороны мягкий, с другой стороны жесткий. Вот даже как вот это соединить, не знаю. На сегодняшний момент у нее резкие перемены в жизни начинаются. Жизнь вся меняется. Очень большая нагрузка. Все по-новому. Ну, и, возможно, это завязано, может быть, с работой или с чем-то еще таким очень важным в жизни. Это так? Ну, с работой вроде бы как бы нет, а вот в жизни личной у нее тут, да, проблемки серьезные. Ну, еще в течение нескольких месяцев, месяцев 7-8, вот так человека будет очень сильно лихорадить. Очень рекомендуется заняться чем-то новым, необычным. Вот у нас гость сегодня присутствует. У него вот на таких же показателях произошел творческий всплеск. Может быть, и вашей дочери порекомендовать что-то такое. Потому что трясти и лихорадить, вот нагрузка такая, она будет сохраняться еще несколько месяцев. Только потом станет полегче. А пока надо заниматься собой, любить себя и что-то такое интересное в жизни совершить. Хорошо, я поняла. Удачи вам, всего доброго. Спасибо, всего доброго. Так, а мы возвращаемся, Лейла, к вам. И вот здесь тоже вот такие вот интересные у вас показатели. У вас весь гороскоп в одной части зодиака. Вот все эти планеты собрались от весов до козерога включительно. У вас по семье и дому какие-то показатели. Вот там очень большое влияние мамы или какой-то женщины показано. Вот на вашу судьбу это так было? Ну да, на протяжении части моей жизни меня вела моя мама, потом, к сожалению, ее не стало. И потом рядом со мной шла моя крестная. Она как властный человек такой? Ну она очень мягкий человек, но она умеет вовремя направить и правильно объяснить, что это действительно так надо. Поэтому влияния она все-таки на меня оказала довольно много. Вот такой показатель. Дальше у вас показатель, связанный вот со знаком весы. И там две планеты в весах. Это уже всегда человек, причем Меркурий. Меркурий отвечает за наши мысли, за наши рассуждения. И он всегда будет такой, а вот правильно ли я сделала, вот так ли я поступила. Вот есть такие? Вечные сомнения. Безусловно, это я. Ну а с другой стороны, и такие люди тоже должны быть. И с этим даже бороться бесполезно, потому что это вот такая данность, и никуда не уйти. Кстати, вся эта катавасия, которая находится в весах, она у вас находится в первом доме. Но поскольку вы говорите, что у вас рождение где-то рано утром, а рано утром всегда где-то вот около восхода солнца. Я вот поставил туда, вот на восход солнца, близко к восходу солнца. И всегда такой человек в творческом поиске будет находиться всю жизнь. Для него надо вот идти, идти, что-то пробовать, что-то делать. Очень много всяких занятий интересных. И для него процесс, между прочим, очень важен. Даже иногда не столько результат, как процесс, что-то вот такое. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Мне хотел узнать про судьбу. Про судьбу, да? Про вашу. Вас как зовут? Анжела. 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 Дата вашего рождения? 20 апреля. 20.04. Год какой? 1906 год. 900. Прослушал. 1976 год. 1976 год. Да, 1976. Время рождения знаете свое? Не знаю. Вообще не знаете? Нет. А хоть утро-вечер? А наутром. Ну, наверное, я вам, наверное, расскажу там много. Про наверное. Ну, давайте я вот примерно 12 часов поставлю. Ну, давайте. А где вы родились? Мурманск. 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 Давайте посмотрим. Да. Так, сейчас мы вернемся на север. 20 апреля 1976 года. А скажите вы, пожалуйста, вы кем себя ощущаете? Тельцом или овном? Овен. Нет, вы телец. Как телец? Ну, вот у солнца, вот смотрите, на 12 часов дня. Да. Солнце в первом градусе Тельца. На 76-й год на Мурманск. Даже вот по вашему голосу слышно, что вы не обладаете таким вот овнинским напором. Вы телец, солнце в первом градусе Тельца. А Венера у вас в 15-м градусе Овна. Очень большие переживания. И вот по этой Венере, она, кстати, за телец отвечает. Сейчас начинает двигаться планета Уран. У вас есть возможность все в вашей жизни поменять. Если вы хотите. Вот все, просто революцию провести. Нагрузка будет впереди вот в этом году. Аховая и колоссальная. Затягивается года это на полтора. И поэтому, если вы хотите что-нибудь нового, необычного, большого и счастливого, то, пожалуйста, этим занимайтесь. Но у вас солнце... Ой, простите, луна ночной светила в знаке Козерога. А это всегда какая-то вот сдержанность внутренняя. Всегда какая-то выдержка. А Марс у вас в раке. Марс в раке – это недостаток сил каких-то. И вот сейчас все это вместе включается и начинает бурлить. Поэтому активизируйте свою жизнь, и все будет у вас хорошо. А последнее время было какое-то вот просто напряжение, болото. И, ну, как бы чувство, то, что не хватало сил в жизни или что-то такое. Это с 12-го на 13-й год вот так вот было. А сейчас активность. Ну, если возьметесь, то сделайте что-то большое и грандиозное. Ну, я надеюсь, что на этом году он будет все нормально. Ну, все нормально, но очень актив, очень бурлить будет. Просто событий будет столько, что их надо опережать, за ними надо поспевать. Вам нельзя так, как вы, может быть, считаете, пустить все на самотек и просто сидеть на месте. Тут надо двигаться вперед. Вот так вот. Спасибо. Пожалуйста, удачи вам, всего доброго. А вот когда вы кукол делаете, вот рождение куклы, оно как-то обставлено? Вот кукла, ну, вот ребенок родился, да? А кукла родилась. Или там что-то доделывается, потом переделывается. Вот как вот это происходит? Ну, в целом переделывается крайне-крайне редко, потому что когда вот создание идет, настолько вот эмоции переполняют, что, ну, обычно складывается так, как хочется. Не всегда, конечно, так, как представляется, ну, вот, может быть, как-то, может быть, можно было бы идеальнее это сделать. Но все равно рождается то, что рождается. А куда дальше направляются ваши изделия? Ну, в основном они направляются заказчикам. Одна кукла уже живет у меня на Сахалине, одна в Москве, остальные в Мурманске. А как вас находят? Через мою страницу ВКонтакте, в принципе, в основном там. Ну, и знакомые. А процесс этот долгий, вот, создание. Вот, просто я к чему спрашиваю? Вот из-за того, что солнце в первом доме, это такой вот человек как бы творческий, то есть он как творец выступает. И вот здесь очень интересно, вот как человек это все производит, и как он расстается потом с этими предметами. Это же, это же как дети, да? Ну, как дети, да. Ну, на самом деле расставание очень легкое. Потому что, когда расстаешься с чем-то одним, у тебя есть прекрасная возможность сделать что-то еще. То есть на этом процесс-то не заканчивается. Ясно. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно бы вот узнать про судьбу, значит, меня звать Лена, про судьбу Александра. А кем вам Александр приходится? Супруг. Родился он в городе Мурманске 1 апреля 1971 года. Время знаете? 14.15. Так, выполнить. 1 апреля 1971, четверг 14.15. Вот гороскоп. Ну, здесь вот сегодня какой-то просто пик людей с большими переменами, вот которые должны у них происходить. Вот район 42-х лет. Что с человеком было, какие тут изменения очень большие, глобального характера произошли? Вот прошлый год. Вот что здесь? Что у него было в прошлом году? Что здесь изменилось? Тут все, вот как бы человек заново говорит, мне все надоело, я так больше не хочу, хочу вот все по-другому. Да, вот он потерял работу. Сейчас вот в плане работы мы не знаем, что-нибудь у него там произойдет, какие-то изменения или нет, хотелось бы узнать. Ну, все плохое, вот нагрузка, вот эта перемена огромная, они здесь закончены. Они закончились, все. Если вы пережили так этот пик нормально, обычно с семьей очень сложные элементы происходят в это время, то по работе, по работе, по работе, вот прошлый год тоже надо спрашивать, что пока, пока затишье какое-то. Затишье. Пока затишье, да. Но руки опускать не надо, и вот пока еще остается, ну, там, несколько месяцев, когда можно схватить вот что-то такое необычное, даже непланируемое. Поэтому активизируйте деятельность, и тут она показана, что активизация должна быть. Он же еще должен как бы идти вперед, он должен быть активным, очень коммуникабельным человеком, потому что Луна в близнецах находится, очень много разговаривать, и вот надо общаться, надо находить, и все тогда будет нормально. А в плане семьи, вот вы говорите, что... Ну, в плане семьи, ну, вопрос первый, вы не развелись в прошлый год? Ну, вот, ну, вот, думаем. Ну, не разводитесь, потому что вот уже как бы не надо. Да? Вот чуть пораньше еще бы, ладно, ну, сейчас-то чего, уже как бы заканчивается здесь. Конечно, это надо ваш гороскоп проанализировать, наложить гороскопы друг на друга, но в его гороскопе вот еще там пару месяцев, и все, конфликт с вами не... А вот в плане зависимости, ничего не можете сказать? Ну, и не могу сказать, я боюсь так говорить. Есть, конечно, показатели, очень боюсь говорить, потому что, ну, не проанализирован астрологом гороскоп, и я отвечаю это за минуту. Это на самом деле очень сложно тут разобрать все, что там происходит. Еще вопросы такие, у нее работа там или какая-то деятельность с поездками какими-то, с заграничными командировками не связаны никогда? Ну, с поездками, да. Ну, надо, видите, тут уточнять много. Боюсь я так сказать, но вот в личном плане, ну, у него показатель такой, что если пережил это время, с сердцем не было никаких стрессов, то тогда смысла в разводе вот пока сложно сказать. Со здоровьем там у него нормальностью, да? Ну, меня беспокоит сердечно-сосудистая система в этом гороскопе. Да? Ну, так-то проблемы, в принципе, есть, но в данный момент-то как бы нет. Ну, и слава Богу. То есть это все, что я могу вам по поводу Александра сказать. Спасибо вам большое, Сергей. Удачи, всего доброго. До свидания. А мы все про куклы говорим, все про куклы, все про творчество. А дети ваши как относятся к вашему творчеству? Ну, самая первая моя кукла, естественно, была сделана для моей дочери. Она до сих пор с ней играет, спит. В принципе, она очень довольная. Теперь ждет, когда же я для куклы сошью новый наряд. А то есть куклы можно наряды менять, да? Ну, обычный человек не поменяет, потому что там так все по-хитрому. Это сделает только тот, кто создал. А, вот как все. Ну, то есть при желании, да. Но в основном, заказывая куклу, то есть если это не ребенок, а если заказывает взрослый человек, в основном заказывают под свой интерьер. То есть учитывая какие-то там цветовые особенности. А на события какое-нибудь, может? Конечно. А какие бывают события? Ну, вы знаете, вот сейчас вот подошел ко мне заказ свадебной парочки. И она в церемонии свадьбы, вот эта парочка, да? То есть куклы мальчик и девочка, я понимаю, да? Очень интересно. Именно так. А люди, которые заказывают, они сами вот говорят, вот такая эта кукла должна быть или вот что-то такое? Ну, в основном пожелание людей – это вот какой-то основной цвет в одежде и цвет волос. То есть это в основном. У некоторых, конечно, да, бывают там критерии. Одна девушка говорит, я хочу только в брюках. Ну, а так в основном убирают именно цвет волос и цвет одежды. А дальше на усмотрение мастера. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. А, добрый день. А можно как-то слышать? Можно, только я не слышал, как вас зовут. Ксения. Ксения. Вам делаем, да? Да, да. Ксения. Дата вашего рождения? 28 апреля, 74. 28 апреля, 1974. Время знаете? Два или три часа ночи, как-то так. Ну, вы знаете, вот у нас события, если, например, 0,230. У нас события, если на 4 минуты сдвигаем, у нас год разницы получается. Ой, а где вы родились? В Мурманске. В Мурманске. Ну, вот хотелось бы узнать, что там вот с отношениями и как место жительства у меня поменяется в этом году или нет? Ксения, я без точного времени скажу, но я вот вам вот скажу, что у вас в Тельце Солнце, да? А Луна в Раке, Луна в Раке и Марс в Раке. Вот все, что в Раке находится, это всегда и Сатурн в Раке. Это всегда дает какие-то проблемы, связанные с капризностью человека. Вернее, даже не с капризностью, а с очень высокой чувствительностью, с очень тонким устройством и мироощущением. И всегда такому человеку очень трудно, очень трудно дается, ну, как бы выстраивать отношения только из-за его такого тонкого душевного состояния. Это первое. Второе, здесь по желудку показать ли вам очень хорошо питаться надо и правильно самое главное, потому что здесь могут быть всякие расстройства. Ну, а переезд, вот не зная времени рождения точного, можно сказать, что, ну, года через полтора. Вот так вот. И очень сложный, и очень такой тяжелый. А личная жизнь, а ничего такого? Очень непростой. А личная жизнь, а ничего такого? Про личную без времени не скажу. Не скажу. И доставайте время рождения и обращайтесь к астрологу, и он вам все расскажет. Или, конечно, можно время рождения по событиям в жизни восстановить, но это вот практически невозможно. Спасибо. Ну, а то, что вас ждет в будущем, как вы сказали в самом начале, Лейла, ну, очень хорошие показатели, очень перспективные показатели. Вообще, вся нагрузка, как бы, она ушла. И остаются только творческие, позитивные показатели, а года через два-три какой-то особый подарок в жизни. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Очень приятно было с вами побеседовать. Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. Тем, кому не смог ответить в этой программе по интернету, задавали вопросы, я отвечу в следующий. Всего доброго, замечательного. Смотрите нас в 19 часов в среду, и все у вас будет замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok